Здравствуйте. Всем привет. У нас сегодня в гостях мы. Ирина Шабанова. И сегодня наша тема это инвестиции. И оно и не спадет и тебе речь и мне. И украшения. У меня часто сетевики берут эту тему инвестиций и я вижу чем это заканчивается. И мы иногда не видим таких очевидных вещей. Отношение денег у нас сегодня была тема. И наверное как подсветить кому-то. Кому-то можно оставить задуматься, кому-то не потерять деньги, кому-то не потерять репутацию. И я бы даже сделала акцент на инвестиции, которые продвигаются в сетевом методах. Есть более интересные варианты, вот про что, да? Без вот этих сложностей. И действительно, ведь задача любой инвестиции это пассивный доход. Задача любой инвестиции это пассивный доход. Я такого, если честно, не слышал насчет пассивного дохода. Я слышал, что инвестиции есть короткие, когда ты... Ну это можно зарабатывать, а можно инвестировать, чтобы потом пассив получать. Ну говорят, положи миллион и будешь какие-то деньги получать. Да, какой-то прибыль каждый месяц. Заработай еще, попробуй миллион, да. Система, она изъезженная сегодня, но мне кажется, люди не совсем ее понимают. Вообще, зачем это все? У людей есть начитанность. Кийосаки прочитали и считают, что инвестировать это круто. Но почему-то они всегда забывают о том, что то, что можно инвестировать, должно быть не последний раз и должно быть взято из бизнеса два. Да. А если они берут этот с основной работы, человек копит, зарабатывая 20 тысяч рублей, ну там или 50 тысяч рублей, и хочет стать миллионером на вложенные эти деньги, ну это, не знаю, что тебе балериной стать, что мне женщиной. То есть примерно так же сложно. Да, да. И тот же Роберт Киосаки писал, что зарабатываете деньги в сетевой маркетинге. И он делал на это акцент. Может быть, на примере, что ли, нормальной сетевой компании показать, как это можно делать? Очень прицепленные сети. Хорошая, хорошая мысль, да. Понимаем, что инвестировать нужно. Во-первых, первый вопрос, где взять эти деньги? То есть можно ущемлять, да, брать из жизни деньги. То есть жить, жить, не полной жизнью, а какой урезанной жизнью, да. Особенности дохода маленькие. Да. Меньше есть вкусной и полезной еды. Дожидаться, пока петух жареных людей, побежать в аптеку, вместо того, чтобы заниматься профилактикой, да. Не иметь возможности путешествовать. Начинаем инвестировать деньги, которые могут приносить нам счастье сегодня и сейчас. А когда счастливым будет, да? За время откладывания деньги всегда обесцениваются, уменьшаются. Получается, ты сегодня не живешь и будешь ли жить через 10 лет, еще вопрос. Потому что эти деньги могут, во-первых, превратиться в пыль, ну, если ты не туда вложил. Ну, во-вторых, они будут совершенно другие, ты на них не сможешь тоже нормально жить. Получается, что, в принципе, жизни-то нет. Ни сегодня, ни завтра не будет. И как можно на примере вот нашего с тобой бизнеса, да, начать инвестировать, но не деньги, а свое время. Люди многие располагают огромным количеством времени. Предположим, денег все нет. А ты понимаешь, что инвестором надо быть. У тебя есть час времени, предположим, у тебя есть энергия. Ну, пусть маленькая энергия пока, да, такая. Ну, на этой час. Чуть-чуть, да, на этот час. Но ты входишь в тему, вот, например, НСП, да, ну, просто здесь нам все с тобой понятно. Человек приходит, меняет магазин свой с одного на второй. Вместо обычного магазина нормального качества берет продукт НСП максимального качества. Да. Ну, даже если это качество будет одинаковое. Ну, привык же хорошим покупать. Да. Ну, там ты покупаешь, тебе ничего в обратном не приходит. А здесь ты покупаешь и тебе вдруг что-то возвращается. Часть доходов, которые бы получал магазин обычный, возвращается к нам дистрибьютором. И получается, вот ты сначала вкладываешь, инвестируешь этот час времени в хороший продукт. Мало того, что у тебя больше энергии становится больше здоровья, тебе еще и деньги. Сколько надо вложить денег, чтобы получить, например, 20 тысяч в месяц? Чтобы получить 20 тысяч в месяц при современных ставках. Сейчас они шикарные, если мы говорим о рублях. Ну, ты про депозит сейчас будешь? Просто депозит. Сколько? Миллион? Полтора миллиона. Ну, смешно, да? Ну да, если есть полтора миллиона... Знаешь, что смешно? 20 тысяч рублей можно получать уже пассив, не вкладывая ни рубля. То есть, ты просто час времени выделяешь на деятельность в НСП и покупаешь себе то, что ты и раньше покупал... Короче, экономишь полтора миллиона. Экономишь полтора миллиона. Получаешь те же деньги. Те же деньги. То есть, ты 20 тысяч получаешь ежемесячно, уже инвестируя всего час времени. Угу. И, ну, за сколько? У меня сейчас на такую сумму выходит где-то за четыре месяца. Ну, по быстрому росту. Угу. На четвертом месяце уже человек получает... Ну, мы говорим о реальной сумме, не просто картинка, и делают это уникальные люди. Это делают обычные люди. Обычные люди. Хорошо, ну пусть не за четыре месяца. За год. Ну, за год это... Сильно не торопясь. Ну, потому что ест, чуть-чуть говорит там друзьям, и больше ничего не делают. Даже часа этого не выделяют. Не делают. То есть, не выделяя часа, можно там за год выйти, найти. Но за год человек может полторы миллиона найти, чтобы вложить их. Большинство людей могут за год торопиться только лишние килограммы и лишние кредиты. Вот если мы посмотрим на большинство, кто нас смотрит, за год у людей, которые искренне стремились уменьшить объем своих кредитов, его классно увеличивают. Логика. Да. Логика. Логика. Ты думаешь, где заработать полтора миллиона, чтобы, ну, предположим, заводчик заработать полтора миллиона. Правда не знаю где, но заработает, да? А здесь можно… Да-да, заработать, ладно. Его надо, не проесть, а отложить. То есть, мы говорим о том, что человек зарабатывает, допустим, три миллиона, то есть, очень хорошо и жирно заработает, и полтора из них отложил. Это супер талант откладывания, прям копил-копил. И будешь ты получать 20 000 ежемесячно, ну, к зарплате, к пенсии, ну, вроде, неплохо, но что делается с твоими деньгами. как раз они обесцениваются на эти проценты да и то есть такая простая штука ты инвестируешь свое здоровье свои силы свое развитие вообще не у тебя окружает так ты будешь наше окружение 50 процентов уже успеха как-то мне один предприниматель знаешь что сказал когда получил чек в инспе порядка 80 тысяч он не говорит ты что что ты хочешь мне сказать что я вложил 10 миллионов в свою недвижимость и а здесь я могу вообще ничего не вкладывать и получать те же 100 тысяч месяц ты можешь больше получать просто пользуйся продукция пока ты ничего не ешь по-серьезному лишь как тяжело наверно настолько смотри настолько простая тема что так тяжело увидеть эту простоту вообще самое сложное видеть простоту мне кажется любая схема по зарабатыванию денег особенность она какая-то реальная и с большим потенциалом дается обычно супер через знакомство по блату куда-то надо кого-то сместили где-то кого-то поставить люди не видят себя в то что они могут просто войти в нормальную сетевую компанию прийти в команду к нормальным спонсорам и просто развиваться обычной скоростью не какой-то там дикой не быть лучше всех просто расти а давай теперь посмотрим что мы в итоге еще имеем до кроме того что мы создаем себе пассивный доход что мы еще здесь имеем экономию сколько экономия мне кажется хорошая экономия идет в медицине колоссальный то есть мы а я бы за ты знаешь о чем вы начала мы избавляемся от страхов сначала потому что страх заболеть умереть вообще преследует почти всех сегодня потому что медицине не сильно доверяют понимает что лекарства вредные ну а что дик куда деваться и подсознательно все равно люди боятся болезни каких-то а здесь ты понимаешь что у тебя появляется вот это базовое знание по здоровью и ты знаешь если что-то случилось что делать все себя страхи просто отваливаются ну и соответственно экономия на лекарствах на медицине она огромная и если мы говорим затронули эту тему то получается любое лекарство у тебя отнимает здоровье а любая добавка на самом деле прибавляет в целом уровень здоровья уровень здоровья прообразование да кстати очень много сейчас людей которые находят каких-то удивительно приятных обаятельных себе бизнес-тренеров коучей консультантов инфо всяких там специалистов у которых покупают курсы сколько денег туда несут причем в 1 ручку можно оформить там бла-бла-бла-бла то есть люди тратят деньги на образование которое потом выдается такими маленькими порциями на поверхности все а ничего чудесного ведь нет все уже давно известно философия психология вот она на поверхности и столько знаний но одно дело ты будешь еще больше знать и тебя за мотивируют да вы как это прокачивают прокачивают и ты потом непонятно куда бежать куда бежать кого стрелять или ты приходишь опять же в сетевую компанию начинаешь делать нечто такое что ты раньше не делал и вот она пожалуйста прокачка вот она буду личностный рост смелые поступки все остальное и это же и делают этому же не обучают знаешь выходить там метро петь песни или что-то такое здесь можно выйти метро раздать листовки даже если это неэффективно не до важно что ты это испытал ты уже прокачался на а бонусом себе еще люди придут к себе потребителями начнут все деньги приносить могут прийти могут не притянуть самый главный момент что личность прокачивается бесплатно бесплатно и на и наоборот за день доплачивают за это доплачивают а не ты плачешь со временем со временем так или иначе люди по методикам которые нам дают в сетевом маркетинге они так или иначе приходить команду начинают поначалу я никакой ну смысле на меня не идут люди со временем я становлюсь хоть каким-то на меня выбираю обращают внимание люди потом люди с радостью знакомит вам скажет лошадь красиво смотрим ходишь фиг с ним с красивым что я хочу с тобой работать я помню как на себе реагировали тогда 20 лет назад портфелем галстук рубашка костюм и так так прикольно наш видеть вот такого молодого человека которые но я имею ввиду красную красивый там не смазливые красивые как человек конечно хочется моя чем он там занимается помнишь как ты говорил когда предлагал своим знакомым они там у тебя посылали а потом ну что ты там чем занимаешься а тебе это неинтересно когда люди сначала подкалывают и их же в команду зови на них рассчитывали то что рассчитываю я в принципе надеюсь что они придут и будут вместе со мной что-то делать они мне дают посмотрим потом за тебя до считаю что это ну грубо говоря а потом посмотрим на тебя если будет хорошо придем во первых я так про себя дома но и кое-что мне будет хорошо в принципе человек с таким отношением ко мне не очень ты может быть и будет нужен да а второе когда они между с подковами типа как там твой систем маркетинг это какая у тебя разница никогда этим не интересовался в команду хочешь пойти приходить нет так что ты меня отвлекаешь у меня тоже было такое желание значит мне такое желание было видеть рядом с собой тех людей ну которые по жизни шли до до сетевого да и поначалу даже была обида на них что чешу не слышать и даже не в этом дело почему нет ко мне доверия вроде же я ничего такого плохого там тебе не делала а тут как будто и ты хочешь меня развести ты хочешь мне продать что-то ой как обижала особенно когда от родственников это приходилось слышать прекрасно наблюдать когда родственники покупают витамины подешевле лишь бы не через нас там такие приколюхи на 1 это вообще умора у меня есть родственники которые не слышали издевались прям вообще конкретно это было столько и хитства и два года назад по моему мы тоже бады едим но мы российские прошло восемнадцать лет такое отличное что хотя бы какие-то люди пришли к БАДам но да лишь бы у тебя не купится мы в принципе не то что сильно страдаем без этого то есть у нас есть другие люди как сказать не хуже которые берут продукцию в нашей структуре и они в общем-то тоже тоже получают шикарные результаты здесь знаешь лишь наверно нет образования сетевого и когда мы приходим в сетевой маркетинг конечно желание осчастливить других людей оно настолько велико что ты конечно делаешь это некрасиво конечно некоторые делают это совсем некрасиво нахрапом так скажем даже я я не делала нахрапом но то что я делала хотелось бы тогда уже делать это по-другому то есть мы иногда распугиваем людей которые приходят мы приходим вот люди и мы думаем ну как же как как это он не знает он не знает надо его счастливить вот и поэтому конечно образование ну вернее как наставничество в сети очень важно наставничество и куда ты попадешь какую компанию с какой идеи с какой команды с какой идеологии какая какая вообще идея в компании изменение жизни людей говорит каждая сетевая компания особенно та в которой идеи только заработать но мне кажется что маркетинг говорит если люди понимают приходя в компанию чем меньше лозунгов мы слышим тем больше шансов что компания нормальная потому что когда речь идет о изменении жизни философская какая-то тема я в этот момент часто понимаю что человека хотят оставить без штанов содрать с него все что можно содрать про уникальность уникальность продукта там и так далее так далее то есть вот у нас в этом смысле поменьше этих приколюх поменьше глобально мы создаем структуры которые пользуются очень хорошим продуктом и не хотят его менять на другой предложи нашим клиентам поменять на спине на другой продукт в основном то есть процентов наверно 80-90 скажут нет кто не распробовал могут сказать ну кто взял там одну баночку за 3 за полгода не понял допустим если мы возьмем другую компанию где много лозунгов слабее те же деньги люди легко поменяют этот бренд потому что там платишь за лозунги на что-то другое я хочу вернуться к теме мы можем прийти в нормальную сетевую компанию вложив время создав структуру это тоже работа как и на любой работе вот если у вас нет денег значит можно делать своим временем и энергии кто скажет что нет времени сейчас мы об этом тоже поговорим то есть человек создает структуру поработав создает себе пассивный доход то о чем многие даже не мечтают в области даже не мечтает есть не там говорят там какую пенсию вы заработали в какой пенсионный фонд перевести все же пенсию кучу с 23 лет такой что никакой пенсионный фонд не не выплатит скорее всего никогда говорю общей сумме поэтому можно даже не надеяться просто многие надеются на какие-то чудеса мы создаем пассивный доход себе и просто на него наслаждаемся живем вот если у вас нет времени на это и нет денег вопрос надо сильно пересмотреть вообще на что вы жизнь свою тратить очень сильно и не 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 вас воспитывать но реально надо посмотреть куда вы придете если не надеяться на авось потому что авось это такой родственник который хрен поможет я вот мне ни разу не они у меня родственников много ни один из них не авось чтобы мне приехал и подарил хорошую машину допустим ежемесячный какой-то доход или или просто ладно какую-нибудь мелочь оплатить один из моих каких-нибудь кредитов умела это же ни один родственник такого не сделаю не делает авось на у вас может быть такое тоже не произойдет поэтому на есть нет времени на бизнес нет дохода на инвестиции на откладывание до нашей да я не хватает на жизнь но надо точно пересмотреть и убрать время которое вы тратите не на то если вы этого не сделаете жизнь явно станет хуже она станет хуже потому что мы со временем в основном теряем здоровье а проблем не уменьшается проблем вот у людей там которым 30 в 40 становится намного больше потому что дети подрастают проблем по здоровью прилипает или или раскрываются они изнутри поярче эти проблемы со здоровьем соответственно уходит еще дополнительные на медицину ипотеки начинают быть медленнее погашенные какие-то штрафы платежи и стрессы в итоге люди добавляют расход на антидепрессанты и не говорю самую плохую картину какой смерть я говорю об обычной картине просто опоздание по платежам какие-то нервы ну и что такие люди будут делать переезжать к родителям ждать пока они помрут чтобы у них отжать квартиру ну а как а как вообще выживать здесь надо проснуться вот я хочу сказать что для чего вот я транслирую свой канал перед я думаю что мы для того чтобы зацепить хоть кого-то да чтобы люди просыпались потому что когда мы начнем задавать вот эти правильные вопросы а что будет со мной через пять-десять лет не было 45 когда я задала себе что будет со мной через 10 лет когда мне надо будет выходить на пенсию это было еще до того как мы с тобой познакомились реально ты просто должен открыть глаза посмотреть на людей которые на 10 на 20 лет тебя старше посмотреть на это окружение и подумать а ты так хочешь или нет если нет надо искать варианты искать другое окружение которое показывает другую жизнь потому что иногда иногда поменяв только окружение уже начинает что-то меня уже жить по-другому уже начинает что-то меняться смотри у нас же так бывает человек например нет денег даже на добавки а приходит на мероприятие приходит на мероприятие пожалуйста в зум бесплатно и в офис бесплатно один раз пришел второй раз пришел третий раз и понимаешь вот он выход на баночку на 2 на программу потом зарабатывать начинает а потом улыбаться начинает сначала начинает улыбаться люди не имеют сегодня улыбаться часто это просто вещи страшные начинает и убирает время от телевизора меньше портен зрения сохраняет нервную систему сегодня телевизор нельзя смотреть я считаю не только телевизор но еще иногда youtube-канал что они еще хлеще подкидывают тебе по интересам то что ты посмотрел и получается вот тебе высвобождается в это время мы с тобой можем много говорить поэтому резюмируем понять что мы хотим как мы хотим жить сначала первое не вестись на вот эти красивые слова обещания про инвестиции инвестируем мы начиная вот каждый день мы откладываем там или раз в неделю и раз в месяц 100 рублей там 200 тысяч вот уже начинается начинается ваша грамотность управления деньгами и дальше вот запрос появляется запрос жить по-другому появляются варианты как это сделать быть открытыми смотреть но ну логически мыслить если тебе говорят принеси деньги и у тебя будут завтра миллион и быстро быстро неси сегодня завтра уже будет поздно переспите с этим делом просто переспать просто бегите от таких предложений подальше но хотя бы переспать потому что это уже уже нарушение воли человека предлагаю что-то сильно выгодно надо задать себе вопрос а я в этом хорошо разбираюсь или мне просто красиво все расписали это принципиально разные вещи потому что когда красиво расписывают сверх доходах человека или компании и он уникальную какая-то особенная методика подумайте что вы сможете с него взять если он деньги не вернет потому что если вы по документам получаете бумажки об образовании то вы его правда получите образование но будет называется потеря денег вот благодаря до опыта да да платить большие деньги за уплатить большие деньги за опыт да и вообще с инвестициями я бы не связывался если у вас нет свободных денег для вложения вот я смотрю ты иногда что-то куда-то как бухаешь например что есть чем бухе что подкопила отложила и и свободные да и я не боюсь потерять да вот это это я считаю что один из ярких примеров нормального инвестирования где человек не боится потерять я понимаю что любая инвестиция это риск любая абсолютно но если ты занимаешься уже грамотно инвестиции тогда ты рассматриваешь один вариант и депозит и то и другое третье это сейчас депозит извините меня скоро это точно закончится потому что такие проценты давайте это понятно надо уже быть очень аккуратными во время войти и во время не входить потому что уже мне кажется депозитами опасно связываться это уже грамотность в этой сфере и здесь нужно внимательно смотреть со всех сторон если вы не инвестируете в свое здоровье если вы не инвестируете свою энергию если вы не не инвестируете свое окружение в образование то грош цена вообще всем другими инвестициями потому что ну хорошо даже если выгодно там что-то вы срубите но при этом потеряете здоровье потеряете окружение свое потому что разведете кого-то там да мы говорим о участии в каких-нибудь финансовых пирамидах схемах реально это счастье не принесет а как сегодня было у нас занятия про деньги все хотят счастье а гоняется за деньгами все хотят в рай никто не хочет умирать в общем приходите в сетевую маркетинг к нам в команды у нас тут как минимум весело у нас весело да то что очень много людей которые не имели капиталов на инвестиции но прочитали книжки пошли по двум путем и первый путь они пошли заняли денег где-то что-то чужое продали вложились потеряли и потеряли отношения с теми чьи деньги были потрачены вот сами разочаровались пошли на основную работу на основной работе они либо продолжают отбивать кредиты которые набрались для того чтобы один раз поинвестировать вот либо они как-то там потихонечку начнут выживать до идут нормальный доход если дойдут и вот этот путь 1 2 вариант человека не было денег он не стал рисковать тем чего у него нет и родительским в том числе не потратил деньги ни жены ни мужа а просто своим путем аккуратненько начал создавать свое дело и как вариант пришел в нсп создал свою структуру создал себе пассивный доход и уволившись работы бывает работа очень высокооплачена любая работа она конечная потому что в конце концов она ведь не придет к увольнению пенсии тогда вот уволиться добровольно из-за того что у вас доход пассивный стал выше чем доход на основной работе гораздо приятнее чем получить намек о том что вам пора увольняться то есть добровольно это и уволилась и и у нас люди есть кто шикарно зарабатывал но когда они уволили с основной работы потому что в несколько три раза больше доход то есть люди имеют уверенность стабильность ощущение вот такой незыблемости принято решение безопасности то есть всем к этому мы можем привести вас если вы примете это предложение рассмотреть его внимательно под видео можете даже не привести а просто показать этот путь и пройти его вместе потому что мы-то идем и продолжаем идти потому что это 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 просто интересное это просто полезно и для тебя для окружающих это дело которое вот реально меняет жизни правда и мы тут не про лозунги сейчас а про факты приходите наше занятие посмотрите на людей которые рассказывают эти истории и не те которые выбегают на сцену там а просто действительно спокойно человеческие истории это еще очень очень красивое дело как минимум в общем приглашаем в команду под видео есть ссылочка на ватсап на контакт и в общем мы будем очень рады если напишите задаете вопрос захотите рассмотреть предложение и мы будем рассматривать вас к совместному сотрудничеству как кандидата пока